Мы зашли на ресепшн Наталья Галина. Сразу прямо у нас находятся лифты. Их три. Работают лифты по карте. То есть вам нужно провести карты для того, чтобы он поехал провести карту и выбрать наверно нужного этажа. Здесь на второй стойке сидит гастрилейшн, русскоговорящий. Есть лестница, то есть вы можете подниматься по лестнице, если вы живете близко, есть такое желание, но лучше, удобнее на лифте. Есть вот такое кафе на территории. Очень красивое, колоритное, хорошо отделанное. Питаться вы сможете здесь за дополнительную оплату. Здесь вкусные фреши, чай, кофе. Очень красиво, хорошо отделан отель. Такой чистенький, аккуратненький. Очень везде так приятно и вкусно пахнет. Ребята, мы с вами в отеле Галина. Номер у нас 1114. Мы заходим внутрь. Номер, конечно, поражает масштабами. Сразу у нас при входе шкаф. Сейчас будем смотреть, что у нас тут. Полочки. Второй у нас. У нас опять-таки полочки вместо того, чтобы повешать и сейф. Включаем свет ванной. Здесь очень хорошая, очень большая душевая кабина. Все полотенца есть. Есть фен, большая раковина. Все банные принадлежности. Вот такая зона туалета. Выходим из туалета. Здесь у нас вот такое зеркало. Здесь принадлежности для чая и кофе. Чайник, водичка. Все есть. Есть дополнительные что-то вроде мини-бара. Здесь все за дополнительную оплату. Посмотрим, что у нас в полочках. Здесь у нас мини-бар. Также все за дополнительную оплату. Здесь у нас небольшая труба. Большой телевизор. Посмотрите, какой большой, огромный просто номер. Здесь две кровати. Все очень красиво украшено. Здесь вот такая зона отдыха. Столик. И здесь вот такой рабочий стол. Сейчас мы с вами будем смотреть, куда выходят окна. Номер у нас без балкона. Виден бассейн соседнего здания, соседнего отеля. И просто на улицу. Хотела, дорогие друзья, вам немножко напомнить дополнительную информацию по отелю Галина. Еще раз вспомним о том, что этот отель находится в Ничанге. Находится он в европейском квартале. Здесь находится большинство отелей. Это достаточно близко к центру. Это почти центр. Здесь все в пешей доступности. Есть инфраструктура. Близко. В самом отеле тоже кое-что есть. Конкретно у нас в отеле есть бассейн. Их два. На крыше и на четвертом этаже. Есть спортзал, но он очень маленький. Есть кафе, которым вы можете воспользоваться за дополнительную оплату. В стоимости у нас тоже может быть питание. Если у вас в стоимости есть питание, то вы питаетесь в ресторане. Завтраки у нас по системе шведский стол. К сожалению, ужинов у нас не было. Поэтому, что там за система, сказать я вам точно не могу. Шведский стол на завтраках хороший, достойный. Выбор блюд достаточный. Что еще хотела сказать по отелю. Значит, у нас в отеле есть Wi-Fi. Он работает как на территории, так и в номерах. Wi-Fi хороший, достойный. У нас номер хороший, обновленный. У наших соседок, к сожалению, попросили нас не снимать их бардак. У них номер такой, немножко подуставший. Мебель старше и немножко другой интерьер. То есть, у нас такой он более новенький. Вообще, в принципе, вся мебель такая достаточно новая. На одном этаже у нас там через несколько комнат чуть другие номера, скажем так. Хотя категория номеров абсолютно одинаковая. Значит, с Wi-Fi вопросов у нас нету. На территории, в номере все работает. В номере также дополнительно у нас прилагаются тапочки и халаты. Тапочки, причем, у нас в Вьетнамке. Достаточно хорошего качества. То есть, не одноразовые. Даже они похожи больше на многоразовые тапочки. И халаты тоже у нас есть. Все банные принадлежности есть, включая. Шампунь, гир для душа. Полотенце есть. Уборка номера каждый день. Уборка достойная. Я хочу сказать, что у нас был забит слив в душе. Его прочистили. Ну, немножко он, конечно, засыряется. Но, тем не менее, его прочистили. Все убрали. Все чистенько, аккуратненько. Пол песка никакого не чувствуется. То есть, вот сегодня я хожу, например, не очень жарко, я хожу босиком. Все очень хорошо. Кондиционер центральный. Он работает все время. То есть, не привязанным и ко времени. То есть, когда нам жарко, мы его включаем. Работает хорошо. Охлаждает хорошо. Ничего у нас из техники не поломалось. Значит, в отеле есть guest relation, который говорит на русском языке. Остальной персонал говорит на английском, но говорит достаточно хорошо. То есть, в принципе, с базовым знанием английского вы тоже сможете какие-то вопросы решить. Важная информация о том, что в отеле есть весы для багажа. Это хорошо. Потому что из Вьетнама, мне кажется, невозможно не увезти пару-тройку лишних килограмм. Плюс, можно на ресепшене обернуть ваш чемодан. Это стоит от 60 до 80 донг, в зависимости от того, какой у вас чемодан. Да, это за дополнительную оплату, но, тем не менее, услуга такая есть. Очень хорошо. И чем мы очень довольны, это тем, что в отеле завтраки у нас с 6 утра. Они по времени с 6 до 10. То есть, это очень хорошо. Мы сегодня очень рано уезжали на экскурсию. Нам нужно было уже в 7 часов быть готовыми. То есть, мы спокойно сходили, покушали. И нас уже внизу ждала маршрутка с тем, чтобы отвезти нас уже по экскурсионной программе. Доброе утро. Мы в отеле Галина. Смотрим завтраки. Видите, какие смешные штуки. Тут у них местные их блюда. Вот это вьетнамская лапша сейчас была. Что-то еще, не знаю, нету таблички. Дальше тут у нас вареные яйца. Дальше покажу тут булочки. Шоколад, мед. Хлебобулочные изделия. Чай, кофе, молоко, сгущенное молоко. Соки. Тут уже что-то осталось из фруктов. Есть сухие завтраки. Так, мы все для вас не сняла. Тут у нас салаты, колбасы. С другой стороны у нас тоже салат, паштет. Так, тут у нас приборы. Открыли тут тушеные овощи. Рис, бекон, сосиски, яйца и каша. С другой стороны у нас. У нас что-то, какое-то блюдо из фасоли. Ужаренные зерна с зеленым луком. Картошка. Что-то непонятное. Похоже на соус какой-то. Наверное, это соус. И вот она. Вот она паста. Так выглядит ресторан. Завтраки очень сытные, питательные. Всего всем хватает. Очень достойный уровень. Друзья, путешествуйте больше. Расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok